Мы будем жить как китайцы, наверное, будем садить рис. Ну, еще есть вариант, конечно, с карасями, раками. Ну, можно бизнес завести, сауну. Скрыть дома полы, натопить пожарчую печку, сауна будет. Бичане пытаются с юмором подходить к сложной ситуации на своих участках. Грунтовые воды около ленты постоянно выходят на поверхность. Это особенность болотистой местности района Старого Зеленого Клина. Этой весной ситуация стала критической. В огороде болота, лягушки, утки. Все залито водой. Вообще водой. Вот мой участок весь, ну, пробанишь, там все водой, она все валилась. За домом вода, здесь вода, здесь все вода. И в подполе. Я вот сегодня смеряла 48 сантиметров воды под всем домом. Представляете, не знаем, как дальше будем жить. Огородов мы лишены. Ни картошки, ничего. То, что мы, чем мы жили, зиму запасы делали, сейчас у нас этого не будет. Жители на протяжении нескольких лет обращались к властям за помощью в решении проблем. Напомним, прокурор Бийска отправил в суд иск о признании бездействия мэрии незаконным. А также потребовал принять меры по организации водоотведения. После чего администрация выделила на эти цели более двух миллионов рублей. Сейчас подрядчики приступили к обустройству ливневки. Однако бийчане сомневаются в ее эффективности. Мы поставили ее три дня, четыре назад, не больше. Но ничего не улучшилось. Как была почва грязная, мокрая, так она и осталась в подполье. В подполье вода как была, так она и стоит. То есть никаких сдвигов нет. Ну, как вот она в летний период немножко снизилась, и все, так и стоит вода. На одном уровне. Кроме того, особое опасение у жителей вызывает открытый доступ к колодцу. Бийчане сообщили об этом в администрацию. В результате в виде ограждения появилась сигнальная лента. Только вот теперь еще лишняя проблема. Бегаешь и детей гоняешь. С детьми разговариваем, что нельзя, вплоть до того, что вы гулять не пойдете, пока не закроется. С маленькими детьми мы гуляем, то есть сами. Даже если они в эту сторону идут, уже начинает трясти тебе, начинаешь ругаться, орать. Потому что, ну, по-другому никак. Я говорю, я представлю просто, что не приведи Господь, все, у меня ноги подкашиваются. В администрации прокомментировали ситуацию. На данный момент колодец открыт, так как специалисты ведут мониторинг поднятия уровня воды для принятия верного решения по ее сбросу. Крышка на колодце появится вместе с окончанием работ, а именно в конце октября. Также специалисты напомнили, данный объект не решит проблему с подтоплением полностью, а лишь возьмет на себя некоторый объем вод. Дарья Федоркина, Андрей Сегаев. Будни.